здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудела на 94 килограмма укрепила мое здоровье улучшила внешность а также обо всем что меня интересует ставьте лайки и нажимайте на колокольчик подписывайтесь чтобы жители нашего чудесного добросердечного города стало как можно больше вот видите дорогие друзья у меня на канале опять технические неполадки я сама это увидела потому что с лайками проблема вот и вы мне пишите и я сама вижу и в службу поддержки сейчас очень сложно обратиться потому что там поменяли интерфейс когда у меня это случилось в первый раз и больно по мне ударила я конечно сильно тогда расстроилась сейчас же я восприняла это философски ничего не поделаешь издержки вот таки в моей сегодняшней болталки я бы хотела поговорить с вами о мошенниках рассказать забавный случай который со мной сегодня произошел а также о пользе кальция особенно для людей после 60 лет начну со смешного сижу сегодня утром но часов это в 10 никого не трогаю и вдруг звонок по мобильному телефону я беру трубку и происходит примерно следующий диалог ну как всегда шум офиса молодой человек очень приятным интеллигентом я подчеркиваю интеллигентным голосом говорит мне сейчас поступил запрос я представитель сбербанка и сейчас поступил запрос на смену номера вашего телефона который привязан к карте и причем называет подлец мой телефон но это логично раз он по нему звонит а потом он говорит другой номер на который хотят они поменять мой согласна ли я поменять на другой номер телефона сказала нет я не согласна и тогда молодой человек плавно перешел к обычному разводу если вы только знали сколько раз в неделю мне поступают вот эти звонки по поводу того что в данный момент с моей карты происходит какая-то операция списывается 10 тысяч рублей на имя иванова иван ивановича и что нужно срочно это прервать и дать им все мои данные мои карты и когда молодой человек перешел ко второй части марлезонского балета и сказал что в данный момент происходит перевод с моей карты я не удержался начала хохотать и говорю ему у меня на карте денег нету на что молодой человек мгновенно с интеллигентного тона перешел на матные сленг и знаете он так расстроился так от души вот знаете от души а потом еще хватало минут пять вот от души мне сказал да пошла ты на пипи да чтоб ты пипи тебе пипи и распипи у меня еще потом долго было хорошее настроение я хохотал ну вот что ты будешь делать да ну что ты с ними сделаешь и уже этот развод он стар как мир но ведь смотрите они звонят с городских телефонов то есть значит это как-то телефон фальшивый то есть они не боятся его засвечивать всегда голос интеллигентный всегда сзади шум офиса то есть звон вот этих машин чтобы мы поверили в это действие как трудно жить я дорогие друзья все время вам говорю что жизнь это непрекращающаяся борьба со всех сторон нас пытаются обмануть и обокрасть помните был какой популярный развод лет десять назад когда прерывающийся голос звонил вел мама мама я сбил человека я в милиции меня отпустят если ты срочно деньги передашь следователю сколько людей на него попадались и что удивительно до сих пор попадаются а помните были аферисты которые от имени работников собеса ходили по домам ну к пожилым людям естественно и обирали их до нитки и вот знаете что самое гнусное в этом что вот эти все базы данных продают именно работники банков работники поликлиник и работники собесов иначе откуда интересно такие подробные данные с фамилиями отчества даже заболевание есть когда людям вот старикам звонят из поликлиника говорят что вы знаете вот я врач такой-то беспокойся вашем здоровье у вас сделал мой день а теперь дорогие друзья я хочу поговорить о пользе кальция кальций это минерал которого в нашем организме больше всего потому что он содержится в костях не знаю правильно ли показывали мои весы анализатор но в свое время когда я взвешивалась на них они показывали 10 килограмм костей может и так кальций необходим для поддержания здоровья костей и когда он в достатке в организме то это помогает снизить риск остеопороза переломов также он нужен для сокращения мышц и сосудов для передачи нервных импульсов для секреции гормонов норма кальция для обычных людей это 1000 миллиграмм в день а пожилым после 60 то есть это касается и меня напрямую 1200 миллиграмм суд вы видите в старости начинает все хуже усваиваться и поэтому прописывают большие дозы белка большие дозы витамина d потому что часть не усваивается именно поэтому я и обратил на этот кальций внимание в последнее время вы знаете вот у меня всегда так я не могу сразу объять все вот знаете у художников бывает голубой розовый желтый период а так и у меня бывают периоды белка когда я очень пристрастно за ним слежу бывают периода омеги-3 это когда я налегаю на рыбу и вот дошла очередь у меня и до кальция и так я должна потреблять в день 1200 миллиграмм кальция но этого недостаточно он должен усвоиться иначе все впустую усвоение кальция происходит при участии других нутриентов это белка и витамина d кальций усваивается в кишечнике и в этом ему помогает витамин d но в определенной форме а чтобы витамин d перешел в эту форму нужен белок как раз поэтому вместе с кальцием мы должны употреблять достаточное количество белка и витамина d а сейчас давайте поговорим о продуктах в которых содержится вот этот кальций в самом удобоваримом виде первое это яичная скорлупа в скорлупе одного яйца содержится 2 грамма кальция то есть чтобы суточную дозу покрыть нужно половину чайной ложки перемолотой яичной скорлупы это эквивалент одного килограмма 200 грамм творога вы знаете я вспоминаю как я 10 назад прям на поток поставила изготовление скорлупы яиц мы всегда ели много и вот я эти яйца мыла отделяла вот эту пленочку снимала чтобы оставалась такая чистая хрустящая скорлупа а потом я ее прокаливала до легкого такого кремового оттенка в микроволновке ну сначала я делала в духовке но это очень сложно разогревать духовку все мне проще это сделать в микроволновке я это делала а потом кофемолкой еще тогда смалывала вот в такой порошок у меня набралась целая банка полулитровой от этого это яичной скорлупы второе это кунжут кунжут абсолютный лидер по количеству кальция среди растительных источников в 100 граммах кунжута 975 миллиграмм кальция и 18 грамм белка мы же с вами сейчас рассматриваем именно те источники кальция где уже находится или белок или витамин d или то и другое с одной стороны это кажется просто поел кунжута и все но с другой стороны мы же помним калорийность кунжута это примерно 600 килокалорий и естественно что мы ограничены в получении кальция именно из кунжута поэтому я кунжут добавляю в мою утреннюю кашу третье это сардины в масле с костями это тоже всем давно известно в них содержится 382 миллиграмма на 100 грамм 24 грамма белка и плюс витамин d мне кажется что сардина это самый лучший способ получить кальций потому что но вы подумайте какое количество белка и витамин d то есть это три в одном я считаю что это самый удачный способ банка сардин не такая уж калорийная и к тому же баночку сардина съесть никакого труда не составляет на четвертом месте идут сыры а в особенности сыр пармезан пармезан лидер по кальцию среди всей молочной продукции вообще и в нем кстати тоже присутствует не только кальций она и естественно белок и витамин d но и сыр тоже очень калорийный конечно не такой как кунжут но 400 килокалорий тоже это много съев 100 грамм сыра мы получаем дневную дозу кальция пятое это миндаль а в 100 граммах миндаля 216 миллиграмм кальция и 21 грамм белка но в миндале к сожалению много фитиновой кислоты которая блокирует усвоение кальция поэтому орехи нужно замачивать на 12 часов вы знаете я много людей видела которые миндаль на ночь и замачивают но и калорийность конечно миндаля тоже ого-го много не съешь то есть такими продуктами трудно набирать дневную дозу следующее это петрушка в ней 138 миллиграмм кальция ее тоже хорошо есть регулярно но петрушка имеет одно отличие она содержит витамин c который нейтрализует фитиновую кислоту которую содержат орехи кунжут и которая в свою очередь блокирует усвоение кальция это знаете как дом который построил джек а это синица которая часто ворует пшеницу который в темном чулане хранится в доме который построил джек вот типа того получилось так что витамин c блокирует фитиновую кислоту которая мешает усвоению кальция поэтому целесообразно добавлять на продукты с витамином c в еду с фитиновой кислотой например в бобовые седьмое это чеснок чеснок во всех отношениях полезный продукт и содержит кальций 181 миллиграмм и белок и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний я помню у меня муж сердечник он делал какую-то настойку на чесноке он часто такой пил для очистки сосудов а также чеснок имеет антимикробный эффект восьмое это творог молоко но это как бы классика кальций из них хорошо усваивается и в них тоже есть белок необходимый для его усвоения и последнее о чем я хотела сегодня рассказать это соя 102 грамма кальция и 16 грамм белка и что особенно приятно в сои то что в ней мало фитиновой кислоты в отличие от других бобовых но ее тоже надо замачивать на ночь я дорогие друзья всегда сторонник комплексного подхода поэтому я стараюсь делать мою мульти еду и в нее всегда добавлять и зелень и чеснок и кунжут и заранее отваренные бобовые я вам все время говорю что у меня есть красная фасоль которая сразу пачку отвариваю по пакетикам зиплоком расфасовываю она у меня в водилке всегда лежит то есть я могу в любую еду досыпать эту фасоль а перед этим я ее еще замачиваю на ночь то есть она безопасно в плане фитиновой кислоты и когда в еду добавляешь всего понемногу но такой богатый ассортимент то и калории не превысится и кальций отовсюду по чуть-чуть наберется в нужную дозу и кстати вот моя мульти еда предназначена нам по моему мнению самой природой потому что человек всегда ищет разнообразие в еде и он запрограммирован искать и пробовать новое все смешивать и я дорогие друзья именно так и делаю ну вот дорогие друзья мы с вами сейчас поболтали сейчас я пойду к заварю чайку похожу вдоль моих полок посмотрю какой выбрать я люблю знаете как генералиссимус вдоль полков я также хожу вдоль моих полочек с чаем и думаю какой же мне чай сегодня попить спрашиваю организм какой он выберет такой я и завариваю я человек подневольный и конечно включу детективный фильм какой-нибудь по нетфликсу а в конце дорогие друзья как всегда моя любимая аффирмация с каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях пока ешьте кальций